Еще один кооператив Путина. Журналисты российского оппозиционного издания «Медуза» и Центра по исследованию коррупции обнаружили сеть из 86 компаний и организаций с электронной почтой на одном домине – LLC Invest.ru и владеющих активами на сумму 4,5 миллиарда долларов. Эти деньги, дворцы, яхты и самолеты записаны на людей, лично знакомых с кремлевским диктатором. И хотя все так называемые компании Путина работают в очень разных сферах, электронные письма свидетельствуют о том, что их сотрудники обсуждают общие дела, как если бы они были частью единой системы. Кто в списке избранных и чем они владеют, расскажем скоро, подробно в нашем эфире. Не пропустите. На связи со студией сейчас Андрей Длигоч, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот насколько важно сейчас такое расследование, раскрывать подобные схемы, обличать кремлевскую верхушку? Может, избиратели, граждане России все это прочитают, посмотрят, задумаются? Задумаются вряд ли. Что может быть больше, чем показанные дворцы, показанные огромные просто доходы, которые получает Путин и его команда. И тем не менее, это никак не отражается на неготовности людей голосовать за него или протестовать. Так что, я бы сказал, скорее, это хороший повод увидеть дополнительный список людей, на которые должны быть наложены санкции на текущий момент. Это отличный способ в конечном итоге оторвать Путина от его собственности и ослабить его. Поэтому я уверен, что это расследование очень правильное и даст свой эффект. Но список этих людей, судя по всему, долгий. Вот по данным британской разведки, в ближайшее время почти 15, на минуточку, 15 тысяч долларовых миллионеров попытаются навсегда уехать из России. Вот какие у них направления, как считаете, где они попытаются осесть? Говорят, в Турции сейчас активно все начинают покупать. И как вообще, возможно ли, в принципе, вывезти деньги? Официально это очень сложно сделать. Все отслеживается. Используются страны транзитные, используется Грузия. Через Грузию неожиданно пошел финансовый поток. Конечно, попытались использовать Казахстан, другие страны, ближайшие к России. Но Казахстан уже ответил на форуме. Ну да, Казахстан прекрасно ответил. И ответил он не один, это фактически ответ Китая в том числе. Индия, тем не менее, пробует воспользоваться ситуацией. Пробует воспользоваться ситуацией Индонезии, конечно, объединенные Арабские Эмираты, другие страны Ближнего Востока. Возможно, воспользуется даже Израиль. Мы же знаем, что Израиль осторожно отнесся к участию в санкциях. Но точно основные юрисдикции, которые были излюбленными юрисдикциями для российских олигархов, это Великобритания, Италия, Франция, Кипр, они активно поддерживают санкции и не дадут возможности России избежать ответственности за вывод денег в том числе. Поэтому, конечно, долларовые миллионеры бегут, но нам-то надо, чтобы они не бежали. Нам надо, чтобы они протестовали внутри России, чтобы они собрали достаточную силу для того, чтобы противостоять путинскому режиму. Андрей, а вот все-таки, ну, некоторые бегут и забирают с собой свои деньги, но вот в современном мире вообще деньги след оставляют, электронный след какой-то остается. Это можно проследить, чтобы потом применить санкции? Да, я вам честно скажу, и криптовалюты оставляют след. Все можно проследить в нынешнем мире. И, конечно, тем более, говоря о традиционных деньгах, их спрятать, скрыть невозможно. Любая попытка переписать их на кого-то и таким образом спрятать, она в результате все равно становится явной, потому что хвосты, концы, информация, связи уже очень легко прослеживаются. Тот самый ФАТФ, который уже практически исключил Россию. И Соединенные Штаты готовятся признать Россию страной, спонсором терроризма и террористической страной. Это все в результате сделать любые деньги, связанные с Россией, около России, деньгами крайне токсичны. И единственным способом для россиян выйти из-под санкции, сберечь свои состояния, будет публичный отказ от поддержки режима, публичный протест, а в идеальном случае протест физический, который надо делать внутри России. Скажите, еще такой вопрос. Вот Россия продолжает шантажировать мир голодом. Какие на сегодня есть пути разблокировать украинское зерно? Ну вот Штаты, например, предлагают вообще не рисковать, не вывозить никуда, а строить элеваторы и там хранить зерно пока. Нет, это не путь. Украине, конечно, нужно больше элеваторов, мини-элеваторов. Мы должны строить больше инструментов для хранения зерна. И, конечно, мы в первую очередь должны заниматься глубокой переработкой зерновых, заниматься производством конечной продукции, которая, конечно, гораздо легче в логистике и дает существенно больше заработок. Но это вопрос нескольких лет. Вопрос этого урожая – это 25 миллионов тонн, которые обязательно нужно вывезти в этом году. Это невозможно сделать иначе, кроме как морем. Украинские тральщики, по той информации, которая у меня есть, уже готовы или даже приступили к частичному разминированию подходов к нашим портам. Учитывая эффективность противокорабельных систем, которые Украина уже получила и доказала их эффективность, мы готовы к разблокировке, в том смысле, что готовы принимать зерновозы в украинских портах, будь то не под флагом Турции, ООН, Катара. Это уже не так важно. Важнее, что Украина готова принимать международные корабли. Ну вот к июлю в ООН прогнозировали глобальный продовольственный кризис в мире. Вы, как экономист, уже видите эти тревожные звоночки? Нет, конечно, это все раздуто. Внимательно изучаю статистику. Украинскую часть, долю на мировом рынке зерновых, она не настолько велика. Это не 10%, даже не 5%, она существенно меньше. И, конечно, есть страны, которые зависят существенно от Украины. И таких стран больше 15%, которые порядка третий, до четверти своего зерна покупают в Украине. Эти страны в большинстве своем нашли другие источники. Есть Франция, есть Аргентина, есть Австралия. Есть множество стран, которые экспортируют зерновые. И, с другой стороны, есть запасы, запасы в мире. Ни Соединенные Штаты Америки, ни другие развитые страны с запасами не дадут возможность миру голодать, в том числе африканским странам. Но в любом случае, я уверен, что к августу вопрос с разблокировкой портов будет или уже решен, или, по крайней мере, нам будет понятно, как это будет сделано. Очень хотелось бы. Спасибо вам огромное. Спасибо за информацию. Напомню, Андрей Длигоч, доктор экономических наук, был с нами на связи.